здравствуйте дорогие продолжаем перед вами отчитываться и отвечать на ваши вопросы ситуация сегодня достаточно сложные напряженные в связи с коронавирусом похоже мы входим в пик значит напоминаю на сегодняшний день мы на втором месте после благовещенского 41 случай заболевания и это не шутки мы предпринимаем все возможные меры для того чтобы вас обезопасить даже против вашего желания против желания некоторых граждан поэтому дезинфицировать все что возможно раствор дезинфицирующий позволяет убивать любую заразу поэтому кстати у нас городе давно забыли о кишечной инфекции это говорит о том что мы стали чаще мыть руки мы стали лучше соблюдать правила гигиены и стали заботиться о ближних но хочу сказать о том что к сожалению сегодня не все заботятся об окружающих понятно что есть часть граждан которые считают что зараза боится того кто ее не боится и пренебрегают рекомендациями роспотребнадзора совершенно зря поэтому когда я иду по улице и вижу что люди встретились разговаривать без масок это говорит о том что человек не уважает своего собеседника и не заботится о его здоровье напоминаю что каждый из нас может быть сегодня бессимптомным носителем этой заразы поэтому из уважения к другим носите пожалуйста маски при общении используйте их по назначению ступлюсь однако за тех кто носит маски на бороде на улице сложно не задохнуться в этой самой маски если вы идете один и никому не подходите поэтому конечно нецелесообразно носить ее на носу но опять-таки говорю когда вы встречаете кого-то общаетесь с кем-то вы заходите в магазин даже не ду если на себе не думаете подумайте о других до из уважения к другим надеваем маску таким образом мы с вами будем видеть кто уважает окружающих а кто нет мы с начальником полиции периодически проводим профилактические беседы с молодежью которые кучкуется на улице сложно объяснить молодым людям что таким образом они подвергают опасности не только себя но тем не менее понятно что очень долго сидели дома и уже не в моготу поэтому все таки чтобы не ловить молодых ребят на крыше общественного туалета или около 12 торгового дома мы решили открыть стадион вчера два раза проконтролировала в разное время проехала посмотрела спасибо спортсменам соблюдают дистанцию довольно и полагаю что это хорошая мера для того чтобы и не в ущерб себе не ущерб городу люди приобщались к здоровому образу жизни и не нарушая рекомендации роспотребнадзора поэтому учитывая то что вы умеете соблюдать дистанцию мы завтра открываем все спортивные площадки открыты то есть сегодня мы их продезинфицируем завтра добро пожаловать но напоминаю если вы будете кучковаться придется все это дело закрытие обратно свернуть поэтому еще раз давайте дистанция понятно что требовать от вас играть в волейбол масках никто не будет это нереально вы задохнетесь ушло вас отвалятся поэтому на себе на по себе знаю поэтому значит дистанция 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 дышим свежим воздухом пляж и парк тоже можно использовать как рекреацию то есть гуляем понятно что там не торговли сейчас нет рационов не будет гулять можно разумеется это полезно для здоровья далее значит по дезинфекции в подъездах на сегодняшний момент вы сами знаете я достаточно часто критикую управляющей компании сегодня хочу им сказать спасибо они несут незапланированные затраты для того чтобы вас обезопасить и даже не всегда когда вы чувствуете запах хлорки в подъезде я знаю точно что в большинстве домов качественно дезинфицируются и кнопки в лифтах и входные двери и перила в подъездах поэтому давайте тоже поблагодарим наших уборщиц за их нелегкий труд особенно сложно тем кто дезинфицирует в подъездах где проживали больные которых забрали в больницу или проживают контактные поэтому давайте поблагодарим и пожелаем здоровья нашим уборщицам которые вот такую работу выполняют для нас а дальше салюты мы не стали запускать на праздники сами понимаете почему наша главная задача сегодня для того чтобы вас обезопасить это разобщение поэтому мы особые ограничения соблюдали и на пасху и на вербное воскресенье спасибо вам дорогие мои за вашу дисциплину за вашу сплоченность и за поддержку но сегодня еще раз говорю о том что расслабляться не надо каждый из нас может быть контактным поэтому вот учитывая это и учитывая ситуацию которая сложилась у нас мэрии хотелось бы вам немного разъяснить кто такие контактные смотрите вот заболел сотрудник да и мы обязаны были сообщить в роспотребнадзор кто с ними контактировал пытались в контактные записать секретаря сами понимаете при соблюдении рекомендации роспотребнадзора то есть секретарь маски сотрудники маски пришла сотрудница принесла документы секретарь в перчатках сотрудник в перчатках это не контакт в таком случае можно было и меня в контакт записать вообще все администрацию удалить на изоляцию контакт это длительный контакт это семейные отношения это работа в одном кабинете в течение нескольких часов без средств защиты индивидуальной это чаепитие я понимаю что трудовым кодексом разрешено но ну такой сегодня период давайте откажитесь от ваших чаепитий зачем лишний раз подвергать себе опасности выпадать из процесса из рабочего значит каждый из нас может быть контактным поэтому старайтесь избегать еще раз лишних контактов для того чтобы в случае если кто-то из ваших знакомых заболеет не стать контактным лицом или в случае не дай бог вы заболеете чтобы вы потом не вспоминали километровый список тех с кем вы общались без маски давайте еще раз заботиться о других у нас к сожалению коронавирус стал лакмусовой бумажкой и вот вот тут проявились настоящие люди барыги начали задирать цены на продукты люди озлобились некоторые вот заходишь на этот паблик сам подслушно или подсмотрена вечерняя тында смотреть страшно человек 12 круглосуточно пишут гадости и ненавидят весь белый свет надо быть добрее понимаете люди которые ноют и недовольны всем к ним вот это вот все и притягивается разумеется все не может быть идеальным но давайте в любой ситуации придерживаться того что надо оставаться человеком от коронавируса пострадали не только те которые заболели серьезно пострадал бизнес а мы стараемся максимально сгладить эту ситуацию поэтому готовы не до получили недополучить бюджет порядка 15 миллионов рублей это будут льготы для наших предпринимателей которые являются основными налогоплательщиками которых мы просто обязаны поддержать поэтому коэффициент к 2 корректирующий составе нвд мы снизим кроме того по аренде муниципальных помещений по заявлениям предпринимателей пострадавших от коронавируса мы не будем начислять за тот период который они не работали в виду режима повышенной готовности и рассрочку осуществим рассрочку платежей арендных до 21 года без пеней также с помощью городской думы мы внесем изменения и сделаем льготу по налогу на имущество для предпринимателей кроме того правительство морской области выделила для тынинских предпринимателей 6 миллионов 300 рублей тысяч рублей на поддержку пострадавших от коронавируса предпринимателей таким образом на этой неделе на следующей неделе я подпишу положение об утверждении порядка выдачи этой помощи значит в одни руки получается 200 тысяч рублей поэтому уважаемые предприниматели будьте поактивнее уточняйте у нас в отделе экономической политики пишите заявление будем выдавать конфет компенсацию тем кто пострадал от коронавируса и того в общей сложности более 20 миллионов рублей получится у нас поддержка нашим местным предпринимателям надеемся это будет серьезным подспорьем для реанимации их производств и предприятий далее значит следующая серьезная тема на сегодняшний момент это дороги но только слепой не может видеть вот этих ям вот этого ущербного асфальта я такими же глазами как и вы дорогими смотрю и и такими же ногами хожу по этим ямам но есть объективные обстоятельства которые не позволяют одномоментно и качественно отремонтировать все дороги но нет у меня волшебной палочки то есть это вот такое наследство которое мы вынуждены дальше латать вот если вы будете носить одежду 30 лет асфальт дорожная одежда 30 лет пиджачку представляете как будут выглядеть заплатки как он будет вообще в целом выглядеть это только коньяк с возрастом лучше становится 30 лет не ремонтировали дороги поэтому латаем как можем к сожалению сначала у нас снег был да потом технологии не позволяла на холодный асфальт класть заплатки потом оказалось что у нас городе ни один асфальтный завод сегодня не работает это будет только в начале июня поэтому без асфальта качественного ремонта ямочного мы не можем осуществить делаем с эмульсией пока ну для того чтобы хоть как-то облегчить ситуацию чтобы люди могли передвигаться поэтому давайте с уважением и пониманием относиться друг другу не бывает так что так по щелчку раз и все дороги у нас отличные стали мы принимаем максимум усилий того к тому чтобы изменить ситуацию вы вспомните дороги не ремонтировались слишком давно среднем у нас ежегодно выделяется из областного бюджета порядка 16 17 миллионов рублей с учетом того что один метр дороги стоит в среднем 10 тысяч рублей вот вспомним северную обездную газовики дали 10 миллионов и хватило всего на один километр то 16 17 миллионов рублей в год всего выделяется соответственно сделать мы можем меньше двух километров в этом году спасибо правительство морской области нам выделено дополнительно 100 миллионов рублей как только мы их увидим у себя в бюджете мы продолжим ремонт и увеличим объемы ремонта таким образом уже сейчас ближайшее время начинается ремонт следующих участков улица дальневосточная обустройство стали асфальтобетонного покрытия тротуара площадки автобусные остановки народные дальше участок дороги 8 марта автобетонные покрытия обустройство пешеходного тротуара район детсады тенденок участок дороги гагарина ремонт покрытия от федеральной дороги до конечной остановки маршрута номер 8 далее когда мы получим деньги из области у нас согласованные ремонты по улице сосновый бор рядом с больницей модернизация пешеходных переходов перекресток красная пресня школьная перекресток красной пресня мохартова и еще другие работы которых мы расскажем подробнее хотелось бы сказать что ремонт дорог это не просто и не быстро и не вдруг до того как сделать ремонт дорог предстоит сделать проектно смертную документацию изучить обстановку в некоторых случаях сделать серьезный проект вот на красную пресню мы в этом году объявили конкурс уже есть заявки будем подводить скоро итоги значит проектно смертная документация на улицу красная пресня обошлась бюджету за счет областного бюджета 20 почти 20 миллионов рублей будет выполнена в этом году работа в следует чем году мы будем ремонтировать красную пресню целиком пока придется удовольствоваться ямочным ремонтом и еще понятно что есть проблемы в организации работы по чистому городу скоро грядут перемены в этой организации поэтому для начала давайте сделаем так они готовят сайт и на который вы можете оперативно сообщать о том где испортилась опять заплатка к сожалению пока будем работать вот в таком режиме что касается народных советчиков а лучше бы вы сделали вот не там а вот там да даже если понятие соизмеримые не вот эту ямку а вот эту ямку давайте представим себе вот работают они сегодня на красной пресне захотелось марии ивановне чтобы они золотали дырку допустим на верхней набережной то есть снимается техника снимаются люди все это потом то им все равно возвращаться придется сообщайте пожалуйста ямах но давайте они будут планово работать потому что ситуация стоит здесь иди туда она не приносит результата сегодня они работают на красной пресне завтра они работают на другом участке сообщайте о дополнительных ямах вставляют в план и работают по плану по-другому работать не получится если мы хотим результат они просто повозмущаться теперь отвечу на ваши вопросы которые мне передали а первый вопрос мэр города взяла сама себе подняла в два раза зарплату на последнем заседании думы ситуация смешная ноги растут видимо от некоторых депутатов оппозиционных которые сами не поняли за что проголосовали на последней сессии на последнем заседании думы этот вопрос вообще не ставился там рассматривались по бюджету другие вопросы в том числе и детская площадка на площади что касается заработной платы в сентябре прошлого года действительно на заседании думы был рассмотрен проект администрации об увеличении заработной платы на процент инфляции всем муниципальным служащим согласитесь несправедливо в течение пяти лет не поднималась заработная плата процент инфляции небольшой поэтому я считаю это мир справедливой и я как работодатель обязана было это сделать далее претензии к чистому городу плохо чистят есть проблемы есть проблемы я уже говорила будем решать том числе с вашей помощью давайте открываем сайт показывайте где проблемы организационные моменты тоже некоторые будут поправлены почему мы не не побеспокоилась о том чтобы люди знали кто вывозит мусор вообще такая команда была дана еще в прошлом году на на ящиках на мусорных ящиках должны были управляющей компании написать номер телефона рек оператора подрядчика рек оператора который возит мусор сама проверяла в некоторых компаниях видела значит где-то не дописали поэтому еще раз обращаюсь к управляющим компаниям и исправьтесь пожалуйста там где вы не сделали вовремя это действительно надо знать людям действительно переполненные мусорки можно быстрее ликвидировать и и ваша репутация управляющей компании в том числе будет лучше грязно на кладбищах друзья регулярно по контракту компания чистый город вывозит мусор с кладбищ стоят баки давайте будем человеками да зачем на кладбище вот это же неуважение к вашим покойным родственникам зачем на кладбище выбрасывайте рядом с могилами а потом тут же жалуетесь что там не убрано уберем конечно еще раз но я вас призываю к тому что поставили вам баки давайте будем мусор складывать туда ходят слухи что хотят продать участок где находится парк а в москве говорят курда яд значит по поручению губернатора мы парка отдали в аренду для тех кто не знает скажу что раньше у нас круглогодично собирался содержались работники парка это достаточно много стоило бюджету очень неудобно потому что работали люди два-три месяца зарплату получали из бюджета круглый год поэтому было поручение в прошлом году еще мы земельные участки передали в аренду с правом субаренды предприниматель будет отвечать за чистоту кстати вчера администрация собрала листья сухие ветки в парке теперь там порядок значит порядок поддерживать будет у нас предприниматель который отвечает в год предприниматель будет немного платить за аренду парка 15 тысяч рублей но на нем чистота и порядок торги выиграла и по наталья линьева контактные телефоны мы на территории парка разместим если какие-то проблемы будут обращайтесь ну соответственно аттракционы предприниматели могут по правилам субаренды могут размещать на земельном участке в парке если проблемы какие-то возникнут с ценами и так далее администрация будет решать эти вопросы не нравится сайт городской администрации не хватает злободневной повседневной информации уважаемые жители тынды сайт городской администрации это не средство массовой информации то есть жареных новостей в этом конечно никогда не увидите там идет регулярный отчет о том что мы делаем для вас то есть веселухи и развлекухи там не будет то что мы делаем мы это дело освещаем если кому-то скучно за такими веселыми забавными и так далее новостями обращайтесь другие сайты здесь речь идет о том что мы делаем мы рассказываем мы рассказываем как мы вам помогаем и как вы сами можете себе помочь вот том числе кстати баннер по переселению напоминаю еще раз вы можете взять образцы исков о признании права собственности на бесхозяйное жилье либо признание права пользования на условиях социального найма мы специально облегчить вам работу у тех у кого не оформлено право на жилье для переселения разместили вот эти вот самые болванки исков иски я неоднократно опробовала судья невыигрышной поэтому удачи и вперед также на сайте городской администрации есть информация о том что мы вам напоминаем и мы уже разослали уведомления что те кто хотят участвовать в 108 125 федеральном законе то есть получить жилищный сертификат для приобретения жилья за пределами крайнего севера вы должны согласно закону напомнить о себе до 1 июля этого года чтобы получить сертификат следующем году поэтому еще раз напоминаю и на сайте есть напоминание приходите заполняйте заявление установленной форме о том что вы намерены получить жилищный сертификат следующем году почему не запускают автобус на даче хороший вопрос значит еще раз расскажу о том что в период коронавируса наибольшей опасности подвержены граждане 65 плюс как показывает практика 90 с лишним процентов наших пассажиров дачных автобусов это пожилые люди поэтому для того чтобы вас обезопасить мы максимально притормозили дачный автобус мы понимаем что это для вас единственный источник вдохновения удовлетворения и отдыха поэтому все-таки завтрашнего дня с воскресенья пойдет дачный автобус предупреждаю вас что необходимо соблюдать дистанцию максимально отодвигаться друг от друга иметь средства индивидуальной защиты автобус будет ходить по прежнему графику но напоминаю о том что длина маршрута увеличивается и время в пути у некоторых составит больше часа вынужденная необходимость в связи с реконструкцией аяма где инфо взять информацию в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом на сайте городской администрации имеется информации каждый день мы вывешиваем число находящихся на изоляции на самоизоляции число заболевших число выписанных поэтому обращайтесь к официальному совету администрации тынды как мэр могла допустить когда в администрации заболел сотрудник друзья от этого не застрахован не президент не дворник поэтому заболеть может каждый из нас главное сегодня добросовестно выполнять все рекомендации роспотребнадзора и заботиться о ближних следующий вопрос зачем такие огромные деньги потратили на разработку проекта по бамовскому арбату деньги к сожалению это не огромные для такой серьезной работы в федеральном конкурсе неоднократно участвовал амурская область и ни разу не выигрывала поэтому мы решили что раз мы будем участвовать первый раз в этом конкурсе мы должны подготовиться основательно мы понимали отлично что мы сами не справимся с этим мы запросили у проектных организаций стоимость выполнения вот этих работ то есть подготовки заявки на конкурс качественной добросовестной и так далее поэтому среднюю цену мы сложили и объявили торги торги выиграла фирма 8 линий за что мы очень благодарны потому что сами знаете увенчался успехом наш проект и мы победили во всероссийском конкурсе хочу сказать для тех кто жалеет вот этих бюджетных денег на софинансирование каких-то проектов вы это делаете зря вспомните раньше была какая ситуация заработная плата отопление освещение денег нет и ну и вот как то вот вот так руководство города выживала пять лет вы хотите этого в теории я тоже могу плакать о том что денег не хватает бюджете и тоже можем ничего не делать вообще мы втыкаемся во все программы которые можем а все программы предусматривают софинансирование поэтому дефицит бюджета у нас увеличивается но опять-таки говорю варианта 2 либо я пою песни про то что денег нет и вы держитесь либо мы пытаемся все-таки семимильными шагами благоустраивать наш город семимильными то в сравнении с предыдущим периодом поэтому все федеральные программы и областные которые мы вступаем мы их софинансируем софинансирование составляет 4 процента вот сами посчитайте если мы на 100 миллионов вступаем в программу наше софинансирование должно быть 4 миллиона отсюда еще раз говорю увеличение дефицита бюджета но это единственный способ сегодня двигаться в завтра надеюсь вы меня поняли правильно дальше пляжную зону открыли в октябре за несколько дней до зимы еще раз рассказываю вам о том что любая работа она требует достаточно большого периода времени но для того чтобы закончить ее к июню тогда надо начинать в январе то есть после нового года мы начинаем ремонт на строительную работу логично нет поэтому давайте объективно подходить к ситуации пока мы отыграли торги пока у нас был заключен контракт по закону на это время уходит 45 дней и соответственно мы можем приступить по технологии производства каких-то работ только летом ну вот летом и приступили летом приступили осенью закончили логично это же не последнее лето было будет сейчас лето с вот с таким настроением вообще приступать к работам не хочется честно говоря по-другому у нас не будет будем делать летом и плоды собирать в следующем году в этом году кстати мы планируем сделать две общественные территории то есть помните подарок губернатора у нас был сертификат на 30 миллионов у нас прошли торги благовещенская фирма выиграла будем делать комплекс плоскостных сооружений спортивных стадион седьмой школы и еще там две площадочки плюс пустырь между второй школой и детским садвиком радуга тоже там будет партийная по спортивная площадка вместе со скейт-площадкой начинаем в июне закончим в августе по-другому не получится но на следующий год мы по в полной мере сможем оценить эту работу и опробовать ее на себе возможно даже этой осенью уже на асфальте на площади образовались трещины ну к сожалению до образовались трещины будет гарантийный ремонт то есть все эти работы которые были выполнены не позднее трех лет назад по всем по ним есть гарантийные обязательства поэтому ведутся переговоры на сегодняшний момент и на площади трещины будут заделаны и по парку предстоят серьезные работы напомню в парке у нас дэп 123 выиграл на подряд нанял видягина юрия видягина и михаила скачкова наверно уже 10 раз об этом пожалел потому что очень серьезные скажем так проблемы выползли в итоге раскрошилась вся та самая дорожка которая была сделана под тротуарную плитку трафаретом пара качена вместо плитки тротуарной асфальтом оказался толщиной полтора сантиметра вот снег сошел и вот эти огурьки вылезли поэтому бедный дэп вынужден будет вот за скачковым и заведягиным исправлять дальше будут ли работать пришкольные лагеря и в июне точно не будет коронавирус но надеемся что к июлю мы пойдем на спад и июль август у нас и летние смены оздоровительные будут при школьных лагерях теперь давайте поговорим о жалобщиках вот насколько эффективна их работа и к чему она может привести ну депутат шаталов нас работает так в кавычках значит выяснил что прежняя власть четыре года назад заселила людей в один из бараков семья приличная с грудным ребеночком ну тем не менее значит юрий иванович обратился прокурору с тем что михайлова бездействует не ходит по домам и не выгоняет в частности эту семью понятно что повторное заселение запрещено но мы как собственники жилья после сигнала прокуратуры вынуждены были подать суд и того есть исполнительный лист выселить без предоставления другого жилья вот как работают депутаты это по закону конечно но не по совести дальше один трон пенчук у нас отличилась написала жалобу мэр когда пускала салют на день города в прошлом году оказывается угрожала воздушным судам безопасности их при у нас плотным коридором прямо над салютом в день города летят боинги и салют у нас про эти какой мощный да все это было бы смешно если бы не было так грустно учительница из шестой школы пожаловалась губернатору проблемы с выплатой зарплаты неправильно размер начислили ситуация безобразная конечно мы разобрались сейчас приводят в порядок централизованной бухгалтерии свою бухгалтерию связано это было с тем что мы из школ забрали бухгалтеров то есть централизованной бухгалтерии сидят люди начисляют заработную плату по детским садам проблем нет вообще школы в одно время несколько лет назад взяли выделились из централизованной бухгалтерии и сделали своим бухгалтерам заработную плату за счет бюджета в два раза больше, чем те самые люди работают у нас в централизованной бухгалтерии. Цель экономии бюджета мы взяли и забрали бухгалтеров в управление образованием в централизованную бухгалтерию. В связи с этим в процессе передачи дел по двум школам у нас возникли проблемы. Седьмая школа молодцы сразу устранили, шестая школа радостно смакует проблемы. Плохо передали, видимо, бухгалтерию. Но централизованная бухгалтерия разберется. И проблемы, если уже не улажены, то будут улажены в ближайшее время. Сбой дали. Ну, сами понимаете, идеально. И у каждого из вас идеально никогда ничего не получается. Правда? Как бы мы ни старались, все равно где-то есть ошибки и проблемы. Поэтому давайте с пониманием относиться друг к другу. По этой жалобе по заработной плате вот что хочу сказать. Девять ошибок грамматических. Педагог жалуются губернатору. Честно, стыдно. Опозорили тынду. Опозорили свою шестую школу. Фамилию не буду называть. Учитель начальных классов. Третий класс 2. Чему вы детей научите? Продолжает расти задолженность жильцов муниципальных квартир за жилищно-коммунальные услуги. Недопустимо. Вы понимаете, что сегодня вы срываете ремонты, вы срываете приобретение материалов ресурсными организациями. Некоторые умудряются до 300 тысяч накопить долги. Значит так. Проводим инвентаризацию по долгам. Должникам предъявляем иски. Переселяем в Пионер. Если не умеете пользоваться нормально жильем. А теперь хорошая новость. Начинаем ремонтировать 5 придомовых территорий в этом году. Это Красная Пресня 60-46. Это Мохартово 5. Это Школьные 27-29. Приятно, что на рынок вот этих услуг зашла у нас солидная компания. БСК Взрывпром. Я надеюсь, я уверена почти, что работы будут выполнены качественные в срок. Четыре дома у нас переживут ремонт лифта. Две общественные территории, я вам уже рассказала, стадион и пустырь тоже порадуют горожан. Далее начинается ремонт на Верхненабережной 43. Мы вчера дособирали пожелания граждан по цветовой гамме фасада. Значит будет ремонтироваться фасад, отмостки и соответственно асфальт. Поэтому подведем в понедельник итоги вашего голосования. Какой цвет вы выберете, такой мы и сделаем. Такой мы и утвердим застройщику. Ну и закончатся работы на Кровле на Усть-Илимская 5. Беру эти работы на свой личный контроль. Друзья, мы не просто получаем заработную плату, мы ее отрабатываем на 250%. Работаем для вас без выходных. Посмотрите, только в этом году нам удалось прославить Тынду и прославить Амурскую область на уровне Российской Федерации. Дважды. Во-первых, мы выиграли конкурс «Бамовский Арбат», который мы непременно сделаем в лучшем виде. Во-вторых, мы вошли в реестр, единственные из Амурской области, вошли в реестр лучших муниципальных практик с пляжем. Давайте вспомним, сколько мы сделали в прошлом году. Для вас. Пляж, детская площадка, площадь 25-летия Бама, театральная площадь, спортзал, локомотив. У нас самый лучший спортивный зал в Амурской области. 46% в бразильской гивее и каучука. Музей истории Бама. Две дворовые территории. Открыли детский развлекательный центр и ремонтировали дороги. Девять номинований. Покажите мне, пожалуйста, такого мэра Тынды, который бы столько делал в год. Ну и напоследок хорошая новость. В ближайшее время у нас около роддома поселится семья Аистов. Наши замечательные скульпторы Виктор Филиппович и Виктор Викторович Кузнецовы изготовили ее для вас. Роженицы при выписке наконец-то смогут со своей семьей сфотографироваться у шикарной фотозоны. По плану папа и мама Аисты, колесо и гнездо. Колесо и гнездо будут крутиться. Я надеюсь, будет здорово. И еще один момент. К сожалению, коронавирус съел часть доброты у наших граждан. Растет число недовольных всем и вся. Знаете, как в том анекдоте про слепую девочку, не дай бог. Девочка росла, росла и все больше и больше была недовольной. И недовольна она была вообще всем. И родители уже не знали, как ей угодить. Взяли ей в тазик, положили вот такую гору варенников. Она трогает, садится за стол. Говорит, представляю, сколько вы себе положили. Давайте не будем похожи на этих девочек. Всем удачи и позитива. До следующей встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова